МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Вуральской обещательной компании информационная программа «Объектив». И вот о чем расскажем сегодня. Лето, время задуматься о зиме. Подготовка Среднего Урала к отопительному сезону идет с опережением показателей прошлого года. Партиципаторный бюджет в действии. Новоуральская администрация реализует проект «Народный бюджет». 23 июля отмечается День работника торговли. В Новоуральском городском округе свыше 70 юридических лиц и больше 500 индивидуальных предпринимателей. В сфере торговли занято 4000 горожан. За право получить титул культурной столицы самоцветов поборются отряды на третьей смене в этом загородном лагере. Сегодня на отдых туда отправились 540 детей. 101, 87 и 19 эти цеха вошли в стройку лидеров на 36 соревнованиях добровольных пожарных дружин ОХК. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к отопительному сезону в муниципалитетах Среднего Урала проходит организованно с незначительным опережением показателей прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. По оперативной информации ведомства, по состоянию на 15 июля к работе в зимних условиях готово практически 50% жилфонда. Обследовано и приведено в нормативное состояние более половины тепловых и водопроводных сетей. Активными темпами осуществляется замена ветхой инфраструктуры. С существенным опережением графика идет формирование запасов основного котельного топлива. Напомним, в общей сложности к отопительному сезону 2016-2017 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 85 миллионов квадратных метров жилищного фонда, 1575 котельных, свыше 7 тысяч километров тепловых, 11,5 тысяч километров водопроводных и около 7 тысяч километров канализационных сетей. О том, как Новоуральск готовится к отопительному сезону и насколько выполнен объем работ уже сейчас, расскажем в ближайших выпусках программы «Раздумья о ЖКХ». Каждый год с 1 июля региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешает повысить предельные тарифы на жилищно-коммунальные ресурсы и услуги. Этот год не стал исключением. Коммунальным предприятиям и ресурсоснабжающим организациям разрешено увеличить тарифы для граждан на 5 строчек коммунальных расходов. Подробнее в сюжете Антона Сапогова. Коммунальные тарифы для жителей Свердловской области повышаются дважды в год – 1 января и 1 июля. Это распространяется не на все виды коммунальных услуг и ресурсов, а только на те, которые разрешает повысить региональная энергетическая комиссия. На этот раз увеличены размеры тарифа на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение и на электрическую энергию. В общей сумме индекс роста платы граждан за ЖКХ составил 8,2%. Это вовсе не означает, что все новоуральцы увидят в ближайших квитанциях за квартиру такое увеличение. Повышать тариф или нет, решают сами коммунальные предприятия. Регион задает только предельный уровень роста, выше которого тарифы повышать нельзя. Я молодая семья, 4-х человек. Плачу и плюс за маму. Конечно, 5 тысяч – это для меня очень много. Это просто ужас. Два пенсионера, пенсия небольшая – это существенная. Понятно, все, наверное, одинаково относятся. Это тяжело для бюджета, тем более для пенсионера. Но что в этой ситуации сделаешь? Как правило, коммунальщики стараются удержать тарифы на прежнем уровне. Но это не всегда получается. Ценовую политику диктует экономика. Но люди все равно недовольны. Антон Сапогов, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. В целях реализации принципов партиципаторного бюджета администрация Новоуральского городского округа запустила проект «Народный бюджет». Население города предлагает проекты для улучшения качества жизни новоуральцев. Куда можно направить свои инициативы, узнал Никита Евсеев. С 2011 года в городе реализуется проект «Делаем для города». В рамках него Уральский электрохимический комбинат и администрация округа выделяла средства на облагораживание и благоустройство города. Куда направить средства предлагали горожане. Но так как этот проект реализовывался раз в год, то было решено подключить жителей для формирования бюджета 2016-2019 годов. Появилась идея о том, чтобы вообще всю эту идею сбора предложений от жителей города по всем сферам деятельности города сделать уже частью бюджетного процесса. И действительно обсуждалось это уже на заседании Думы, когда принимали новое положение о бюджетном процессе. Сказали, давайте проект «Народный бюджет» пишем в эту канулу. Но чего ждать? Бюджет на носу. Бюджет формируем в течение июля-сентября. Поэтому решили начать уже сейчас. Поэтому ждем предложений. Инициативы жителей принимаются по специальной форме, которая опубликована в газете «Неева». Предложения принимаются в специальных пунктах, 7 из которых расположены в городских учреждениях и 4 на территории сельских населенных пунктах. Также свои предложения можно направить по электронной почте и по номеру телефона, указанному на экране. Первые предложения уже поступили организаторам этого проекта. Вот ящички, которые у нас появились во многих местах, то трудно оценить, сколько там лежит. На телефон полтора десятка предложений уже поступило, в том числе и критических. Поэтому это все нормально, значит, принимаем. Основных направлений инициатив, которые принимаются, 6. Это старшее поколение, благоустройство, предпринимательские и молодежные проекты, экология, социальная сфера. Но можно представить проект и на другие темы. Заявки принимаются до 10 августа. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Губернатор Евгений Куйвышев поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Только за минувший год торговая сеть области увеличилась на 350 магазинов и 50 торговых центров. В магазинах и торговых центрах региона постоянно расширяется ассортимент товаров, повышается качество обслуживания покупателей. Как отметил Евгений Куйвышев, в минувшем году особые усилия как правительство Свердловской области, так и работников торговли были направлены на регулирование и сдерживание роста цен на продовольственные товары. Эта работа была результативной и позволила избежать неконтролируемого роста цен, сказал глава региона. Обращаясь к работникам торговли Свердловской области, Евгений Куйвышев подчеркнул, цитирую, «Ваш праздник вместе с вами отмечают и миллионы покупателей, которые ценят ваш труд и ежедневно пользуются вашими услугами. Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, добросовестный труд, доброжелательность и отзывчивость». День работника торговли отмечается в субботу 23 июля. В этой сфере трудится около 4 тысяч новоуральцев. Развитие темы в сюжете Никиты Евсеева. В России день работников торговли отмечается каждую четвертую субботу и июля. Эта дата закреплена на государственном уровне указом президента России. Торжества справляют сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздник считают своим все специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг. На территории Новоуральского городского округа функционируют 460 объектов розничной торговой сети, в том числе 361 магазин различной формы собственности, 99 объектов мелкорозничной сети, в том числе 17 павильонов и 82 киоска. Численность занятых в торговле новоуральцев составляет около 4000 человек. Глава округа Владимир Машков поздравил горожан, занятых в этой сфере, с профессиональным праздником. Я искренне всем благодарен, всем, в первую очередь, ветеранам, кто организовывал торговлю. Сегодня это мощная отрасль, до сих пор, и она еще и развивается постоянно. У нас сегодня товарооборот больше 16 миллиардов в год. Это очень серьезная отрасль экономики. Второе, очень много рабочих мест, поскольку во всех частях города работают предприятия торговли, и в том числе постоянно эти рабочие места увеличиваются. Так что всех с праздником, всем здоровья, счастья, успехов в работе, и чтобы те лучшие традиции управления рабочего снабжения, УРСА, они продолжались, укреплялись и лучшие профессиональные навыки передавались молодым работникам. От этого, конечно, мы выигрываем все, и в целом город, и каждый горожанин в отдельности. Поэтому всех с праздником. В следующем 2017 году Новоуральск будет отмечать 70-летие городской торговли. Ведь первые магазины, столовые и другие точки торговли начали свою работу сразу же, как началось строительство города и комбината. Ветеранов торговли и нынешних работников этой сферы экономики поздравил заслуженный работник торговли Валерий Юн. Мне, как ветерану потребительского рынка, хочется пожелать всем ветеранам, действующим сегодняшним работникам торговли, общественного питания, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и, самое главное, чтобы те, кто сегодня работал, был экономически обеспечен. НВК присоединяется к поздравлению работников столь важной сферы экономики и желает представителям торговли здоровья и процветания. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. Нереальную историю создадут в самоцветах. Такова тематика третьей смены в этом лагере. Сегодня от концертно-спортивного комплекса новоуральские школьники поехали отдыхать в самоцветах. Погода этим летом радует, и ребята в течение 21 дня будут набираться сил и получать незабываемые впечатления перед началом учебного года. На третью смену в самоцветы сегодня уехали 540 школьников. Регистрация и отъезд были организованы в два этапа. В 9 утра уехали старшие отряды, а в 11 часов ребята помладше. Возраст отдыхающих от 6,5 до 17 лет. Так получилось, что на третьей смене особенно много подростков с 10 до 14 лет. Школьники в предвкушении летнего отдыха. В самоцветы я в первый раз в Тавату я ездил вместе с командой. Я по хоккей с командой. Я еду с Никитой и Костей. Это твои друзья? Да, ну еще с Леней. Что ты ждешь от своего летнего отдыха? Хороших впечатлений и добрых новостей. Еду в лагерь самоцветы. Когда я приеду после лагеря домой, мне мама купит птичку, она очень крикливая, и рыбок на аквариум. Потом их буду кормить, наверное. А в самоцветах-то как планируешь отдыхать? Что делать? Играть с друзьями, играть в футбол, на дискотеке ходить. Мне нравится этот лагерь самоцвета. Почему? Потому что там вкусно кормят, ходишь в кино, снимаешься, делаешь кино. Я еду в первый раз. Я думаю, мне будет весело, потому что у меня тут много друзей. Может быть, я встречу новых друзей. Может быть, я узнаю новые игры. Я думаю, мне понравится там. Тема третьей смены в самоцветах – нереальная история. По легенде, дети будут возводить города, строить объекты культуры и искусства. Отряды поборются за право обладать титулом культурной столицы самоцветов. Грустить будет некогда. Каждый день по программе насыщенный. Кроме основной темы смены будет много кружков. Разнообразные кружки и радиостудия, как всегда, и пресс-центр, и рукоделие. И даже в этом году нам удалось заполучить себе парикмахера-стилиста. Учат девочек заплетать косички. Поэтому все для увлекательного отдыха детей сделано все. Скучать будет некогда? Скучать будет некогда. В этом году нас балует погода. Спортивные мероприятия, любимые детьми, легкоатлетическая эстафета, и соревнования круговые по футболу, пионерболу и так далее. То есть продумана программа одновременно. Ребята могут выбрать из пяти-шести проходящих мероприятий. Родители могут быть спокойны. Детей кормят хорошо, и они под присмотром. На старших отрядах работают один воспитатель, двое вожатых и их помощники. А на младших все так же, но на одного воспитателя больше. Третья смена продлится до 11 августа и завершит летний оздоровительный сезон в самоцветах. Настоящий парк с ландшафтным дизайном и игровыми площадками открылся в одном из дошкольных учреждений Мадоу-Росинка. Детский сад номер 4 теперь не просто учреждение для дошколят. Это настоящий сенсорный детский сад. Причем для всех желающих и совершенно бесплатно. Какие навыки будут развивать у юных навуральцев, из какого возраста, расскажет Наталья Ребрищева. В детском саду номер 4 в гостях малыши. Они еще не умеют сами ходить, но уже стремятся общаться и познавать мир. Для таких любознательных деток в 4 детском саду стартует новый проект. Это сенсорный детский сад с чудо территорией. Все 10 детских садов нашего юридического лица подготовили проекты сенсорный детский сад и будут перед коллегами и родительской общественностью эти проекты презентовать в течение следующей недели. А сегодня запуск нового социально значимого проекта и не случайно на территории 4 детского сада, потому что именно этот коллектив под руководством Анны Петровны Мицкевич разработали проект поддержки молодых семей микрорайона нашего. Проект называется «Сенсорный детский сад. Открытая территория ранней социализации детей в микрорайоне». Презентация сенсорного детского сада вчера прошла весело и интересно как для самих детей, так и для родителей. Мамы и папы с удовольствием узнавали о возможностях настоящего парка с ландшафтным дизайном и интересными играми на территории садика. На презентацию проекта по приглашению пришла и Галина Бухтеева с сыном Филиппом. Мальчику всего год и месяц. Мама Галина говорит, что такая территория – просто находка для заботливых родителей. Мы очень рады, что попали на этот праздник, на это открытие. И нам очень бы хотелось ходить на эти занятия. Думаем, что будет очень интересно и сыну, и нам. Очень понравилась вот та площадка, где камушки, песочки. Единственное, я бы, конечно, посоветовала какие-то поставить таблички, чтобы было понятно, как действовать. То есть мы подошли, и мы не поняли, то ли нам ручками это можно трогать, то ли нам ножками нужно ходить. А так все очень здорово, все очень красиво, спасибо. Планируете ли ходить на занятия сюда? Да, нас уже пригласила Евгения Алексеевна, так что по возможности будем ходить. Тактильная стена, птичья столовая и даже арт-галерея и сказочная полянка гномиков. На каждом из четырех игровых модулей дети найдут занятия по душе. Сенсорный детский сад – это такое необычное явление учить детей воспринимать природу и гармонизацию детей с природой и взрослых также на всей территории детского сада. В детском саду, в котором идет работа, это само собой, а вот когда в гармонии с природой и в естественных условиях леса, сада, природа – это особое значение для детей. Сенсорный детский сад создавали всем миром и родители, и дети, педагоги и общественность. Главная цель сенсорного детского садика – развивать у детей зрительные, тактильные, слуховые, все виды чувств и ощущений. Для этого есть все необходимое на площадках. Идея появилась два года назад, но буквально в короткий срок мы ее реализовали. И мы настолько модернизировали и преобразовали развивающую предметную среду конкретно на территории детского сада, на наших участках. Мы привезли оборудование интересное. Мы очень сделали много своими руками для сохранения здоровья детей, для развития и, как я уже говорила, для ранней социализации детей. Наши специалисты не только подготовили среду, но и разработали цикл занятий для детей. Двигательные занятия, занятия по изодеятельности, занятия по экспериментированию. Сенсорный детский сад ждет малышей от 6 месяцев до 3 лет. Занятия уже начнутся с 28 июля. Будут проходить каждый вторник и четверг. Причем совершенно бесплатно. Наталья Ребрещева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Сегодня на базе специальной пожарной части номер 3 состоялся традиционный смотр боевой готовности добровольных пожарных дружин. Подразделения, которые осуществляют свою деятельность на территории Уральского электрохимического комбината. С места событий Евгений Горин. В программе смотра было запланировано провести 6 забегов, участие в которых приняли 12 добровольных пожарных дружин. Смотр является традиционным и проводится уже в 36-й раз. За комментариями мы обратились к исполняющему обязанности генерального директора УХК по техническому обеспечению и качеству Евгению Скорынину. Команды традиционные. Это команды цехов Уральского электрохимического комбината. Это предприятия на Уральской площадке, которые когда-то были в составе Уральского электрохимического комбината. Поэтому по составу участников команды не новые. Тем не менее команды обновляются, появляются новые участники. Молодые приходят на смену старым участникам. Поэтому широкое участие мы считаем это хороший знак. Не секрет, чтобы добиваться успеха нужно постоянно совершенствоваться. И вот соревнования как раз позволяют, во-первых, оценить подготовку добровольных пожарных дружин. Во-вторых, оценить их готовность к проведению тушения пожаров и других мероприятий, связанных с работой добровольных пожарных дружин. Чтобы держать постоянно в форме и, как говорят, в тонусе, нужно тренироваться. А для того, чтобы был стимул для тренировок, нужны эти соревнования. После вступительных речей, организаторов и поднятия флага России начались непосредственно сами соревнования. Участникам предстояло преодолеть пять этапов, на каждом из которых им предлагалось продемонстрировать свои навыки в противопожарной обороне и сделать это как можно быстрее. В этом году самую слаженную работу продемонстрировала дружина из цеха 101. Их результат составил 1 минуту 24,63 секунды. На втором месте цех 87 с результатом 1 минута 34,25 секунды. Тройку призеров замкнули прошлогодние победители соревнований команда цеха 19. Они остановили секундомер на отметке 1 минута 37,4 секунды. В который раз принимаете участие и постоянно ли бежите вот этот ваш именно пятый этап? Постоянно более 14 лет бегаю на этом этапе. Как результаты, допустим, с прошлым годом, с этим? Ну, в этом году похуже. В прошлом были вторые по комбинатовским соревнованиям. Ну, сейчас посмотрим. Результат скоро будет известен. Навык есть, да. Ты уже знаешь, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. И их будешь применять, ну, не дай бог, если их применять в жизни. Но уже это знаешь, понятие о них. Пожелаем удачи всем участникам смотра боевой готовности добровольных пожарных дружин. И надеемся, что знания, полученные на тренировках, не понадобятся им в реальной жизни. Ну, а если беда все-таки не пройдет стороной, мы уверены, что ребята достойно и без паники смогут применить полученные знания на практике. Евгений Гурин, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания. На этом выпуск подошел к концу. Удачных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова